Прозрачность – залог успеха. Администрация района рейтинговала результаты деятельности управляющей компанией за 2016 год. Одним из критериев оценки качества оказываемых ими услуг послужило количество обращений жильцов. За год на горячую линию администрации района поступило 4700 обращений по вопросам ЖКХ. На портал Добродел Московской области более 2000. Уборка придомовых территорий. Зачастую она заканчивается подметанием проходов к подъездам. Эту ситуацию всё равно поборем, сказал Дмитрий Манин. Издано постановление администрации, которая закрепляет за управляющими компаниями фронт дорожных работ. Мы сделали постановление по закреплению конкретной территории. Каждой дорожки, каждой тропинки, вы знаете, что мы комиссионно проходили микрорайон Солнечный, обошли полностью Жигалово, начали работать сейчас по всему центру. И сейчас, я думаю, что будет полное основание для кого-то реагировать. В прошлом году районная администрация поручила компаниям провести обследование внутри домового газового оборудования. Инспекция обошла порядка 20 опасных квартир, где живут проблемные семьи. Половина хозяев не открыла двери. В этом году к проверкам вплотную подключатся управляющие компании. Не все из них заключили с газовыми службами договоры на техническое обслуживание. Состояние критическое и очень это настораживает. Я прошу управляющей компании заняться в этом году плотно этим вопросом. Понятно, что у вас идётся спор между газовыми службами, что вы считаете, это их полностью вопрос и собственника. Но вы должны понимать, что, не дай бог, случится пожар в одной из квартир или что-то, какой-то будет взрыв. Это всё автоматически перенесётся на общедомовое имущество. Весь 2016 год администрация района подталкивал управляющих компаний наладить договорные отношения с региональным оператором МОСОБЛ ЕРЦ. Он занимается сбором и расщеплением коммунальных платежей. Этот же призыв властей сохранил актуальность. Общая задолженность УК перед поставщиком тепла щёлковские коммунальные системы превысила 378 миллионов рублей. Одной из центральных тем совещания, посвящённого итогам работы управляющих компаний за 2016 год, стала тема финансовой открытости управляющих компаний. Эта работа займётся общественная палочка Чёлковского района совместно с администрацией муниципалитета. На повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности управляющих организаций ЖКХ настаивает и Алексей Валов. Индикатором в этом процессе станут показатели работы МОСОБЛ ЕРЦ, раскрывающие информацию о собираемых с граждан средствах. На обслуживание к единому оператору должны прийти и оставшиеся в районе управляющие организации. Мы должны добиться полного открытия всех финансово-хозяйственных схем каждой управляющей компании. Поэтому это будет дополнительным стимулом к тому, чтобы к концу февраля вы все подумали, подготовили соответствующие документы и открылись. В наступившем году Щёлковский район, как и в целом Московская область, планирует сделать рывок по ремонту подъездов на квартирных домах. Расходы софинансируют из регионального местного бюджетов. Дмитрий Манин рассказал о ситуации с двойными платёжками, сложившиеся по 12-м квартирным домам. С проблемой будет покончено после того, как жители перейдут на прямые договора с ресурсоснабжающими организациями. В 2017 году по нескольким домам я готов констактировать, что это у нас продолжается. Как мы будем действовать совместно с надзорными органами? Мы будем просить ресурсников заключать прямые договора, а как содержание и ремонт – это уже будет решение либо суда, либо какая-то договорённость. Эту работу мы сейчас будем оперативно вести, исключив по максимуму управляющую компанию, если они будут между собой спорить. Законно ли работает управляющая компания на конкретном доме, можно проверить на сайте госжилой инспекции Московской области, на котором опубликован актуальный реестр таких организаций. Для повышения прозрачности в работе УК в России создаётся и федеральная информационная система ГИС ЖКХ, которые со временем будут пользоваться как сами управляющие компании, так и конечные потребители коммунальных услуг. 2017 год в Щёлковском районе объявлен годом ЖКХ. Михаил Налётов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щёлково».